Другая ситуация. Пришел мужик, который решил запатентовать способ запоминания. То есть он за 6 месяцев выучил 6 иностранных языков. Его способ заключался в чем? Он брал скалку, заворачивал полотенце, скалку для раскатки теста, и колотил себя по голове. Оказывается, если колотить себя по голове, степень запоминания возрастает в энное количество раз. Вот вам опять тема. А мы давали своим эпилепсикам, чтобы они, те, кто чувствует ауру, перед тем, как аура. И оказывается, если он начинает стучать, он выстукивает ауру, и у него приступы не происходят. Вот вам еще одна тема. И в то же время, те же мексиканцы, тоже у них тема интересная. Из каучука, если китайцы ставят иголки в какую-то точку, раздражая точку, за счет этого изменяется гуморальное состояние, то мексиканцы из этого каучука делают шарик на пружине, и эти точки выстукивают. И вот оказывается, если простучать все наше тело, вы найдете, где-то болит, где-то не болит. Но и оказывается, там, где болит, продолжает стучать, то через некоторый промежуток эта боль исчезает, и улучшается состояние внутренних органов. То есть оказывается, вот такое вот простукивающее, не только голову можно стучать, но и все тело. Руки, ноги, надкостницы, кости, ничего не должно болеть в норме. Ну и вот, и после этого, нас это, так сказать, еще дополнительно дало виток, подтолкнуло вот к такому новому переосмысливанию. И ведь обратите внимание, многие дети колодятся головой, особенно окресла, не мешайте. Оказывается, многие композиторы, Пушкин колотился тоже головой, а стенку прежде, чем что-то написать. Это исторический факт. И если впереди какое-то выступление, где нужно цифры, где нужно, скажем, много той информации, то, если постучать себе по голове, то, поверьте, информация лучше всплывает. Но не тогда, когда вы выступаете, а перед выступлением. Только не надо перейти, так путать. То есть, видите, много интересного в связи с тем, что мы рассматриваем все вот эти позиции с других сторон. Или даже мы больше рассматриваем с позиции физиологии. Продолжение следует...